Субтитры сделал DimaTorzok Детские часики молнии купил на авито, купил в обшарпанном состоянии, но порадовало то, что продавец оказался очень честным, все показал, во всем рассказал, ничего не утаил. Вот эту козолоту доносит просто отполировать, и она приобрела вполне сносный вид. Сейчас выключу вспышку. Вот видите, без вспышки более понятное состояние по золоте. Показываю со всех сторон. И далее перейдем к регулировке точности хода этих часов. Я подкажу с помощью какой программы и каким рычажком это делается. Вот показываю черный рычажок, шкала и плюс-минус. Или быстрее, медленнее. И, соответственно, чуть-чуть сдвигая рычажок вправо-влево, мы получаем либо ускорение, либо замедление хода часов. А контролируем с помощью вот этой программы. Вот такая программа для измерения точности часов. Программа по умолчанию загружается в авторежиме. Такая вот шкала. Вертикальное положение оси – это идеальное состояние точности. Ну и, соответственно, наклон вправо-влево – это спешат, отстают. Опций практически нет. Вот опции посмотрим. Давайте. Значит, что мы здесь видим? Можно видеть предыдущий тест. Можно запустить длительный тест на 5 минут. Ну, это на экране может быть стандартная заставка, как я вам показал, или какая-то внешняя. Колебания считать автоматически или ловить колебания только между 3600 и 57600 колебаний в час? Так, ну и чувствительность микрофона. Классическая или высокочувствительная? Так как я далеко ставил микрофон от часов, не прислонял к ним, я поставил высокочувствительный. Всё. Жмём кнопочку «Сейф» и приступаем к тестированию. Вот. Кладём вот так вот часы и жмём «Старт». Вот так вот. Вот что получилось у нас в результате. Видите, какая точность? Практически подогнали к нулю. Ну, а для любительских условий плюс-минус, даже так скажу, 10 секунд в день – это всё ерунда. Вот, видите? Потихоньку накапливается погрешность. Ну, это всё мелочь. Для домашних условий – это отличный результат. И программа просто идеальна для домашнего мастера. Вот, сейчас оно заканчивается, закончится, загадится опять «Старт». Всё. Вот измерение. Вот, смотрите. 18 тысяч колебаний в час. Отклонение – минус 4 секунды в сутки, в день. И битрор – это вот, поясните, кто знает, 4 миллисекунды. А теперь давайте посмотрим, с чего я начинал регулировку. Вот сейчас я к микрофончику поднесу механизм поближе и покажу вам, в каком состоянии пришли ко мне часы, с чего начиналась регулировка. Жмём «Старт» и смотрим. Минус 117. Ну и в завершении ещё раз посмотрите, как смотрятся эти часики у меня в интерьере. Всего доброго. До свидания. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.